О ситуации на Ближнем Востоке поговорим с востоковедом-арабистом Жанатом Моменкуловым. Он сейчас на прямой связи со студией. Жанат, здравствуйте. Жанат, вот буквально накануне мы с вами обсуждали, что такого не может произойти. Скорее всего, Иран не пойдет на усиление конфронтации с Израилем. Но в то же время, этой ночью, 180 ракет было выпущено в сторону Израиля. В России сработала система «Железный купол», атаку удалось отразить. Что дальше предпримет Израиль, по вашему мнению? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Да, мы не учли один факт. Если вы помните, в апреле этого года Иран совершил более двух или трех атак против Израиля, использовав около 300 ракет, дронов, а также других вооружений. Да, действительно, Иран здесь хочет показать, что он является надежным союзником Хезбуллы, будет защищать Хезбуллу. Мы этот факт не учли. Иран хочет отомстить Израилю за убийство Насраллы, а также других лидеров. Я думаю, что цели Израиля являются оттеснением Хезбуллы к северу от реки Литани, 30 километров от границы, в соответствии с резолюцией ООН 17.01. Хочет зачистить инфраструктуру Хезбуллы. И атаку, конечно, прогнозировали. Американская сторона заранее сообщила Тель-Авиву о том, что Иран может совершить атаку. В действительности так и произошло. Эксперты это ожидали. Иран хочет восстановить паритет, баланс, так как убийство Насраллы, а также другие изменения повлияли на имидж Ирана. Иран хочет восстановить свой имидж и престиж. Поэтому я думаю, что у Ирана это удалось. Израиль хочет создать буферную зону на границе с Ливаном, чтобы израильские жители, которые были перемещены в другие регионы Израиля, могли вернуться в свои дома, чтобы Хезбулла не смогла ракетами достигать северный Израиль. Получается, иранские власти, глава МИД накануне заявил, что на этом иранская миссия завершена, операция, по крайней мере, на данный момент. Но в ответ израильские власти говорят о том, что ответ будет мощным. И мы же понимаем, что, скорее всего, власти Израиля могут что-то предпринять. Как вы считаете? Тут, значит, возможно, два варианта. Первое, возможно, слова Натаньяхова, это просто риторика, потому что Израиль сделал все, что хотел. Единственное, Израиль намерен довести до конца наземную операцию. Но в какой форме будет, мы пока не знаем. Будут ли войска Израиля заходить на территорию Ливана, или будет просто бомбардировка и другие виды операции. По сути, сама тактика Израиля – эскалация ради деэскалации. Она рискованна. То есть тактика Израиля заключается в том, чтобы вынудить иранскую сторону принять его позицию силой. Но, как показала история, например, война, Ливано-Израильская война 82-го года, когда Израиль с целью совершить ограниченную операцию вошла на территорию Ливана, но это вылилось в полномасштабную войну тогда. То есть вторжение Израиля обязательно приведет к сопротивлению со стороны Хезбуллы и Ливана. То есть в данной ситуации, как эксперты полагают, Израиль может увязнуть в долгой войне на истощение. Агентство Мудис снизило рейтинг Израиля на одну позицию. То есть это экономически может негативно повлиять на экономику Израиля. Как вы оцениваете действия международного сообщества, вообще реакцию западных стран и какую роль может сыграть дипломатическое урегулирование в конфликте? Ну, у стран разные позиции. Например, Америка заявила о том, что Израиль имеет право на оборону. Поэтому американские дипломаты надеются, что войны не будет и так далее. Но, с другой стороны, другие восточные страны осуждают, выражают обеспокоенность по поводу ситуации, сложной ситуации в Ливане. То есть, получается, дипломаты работают над дескалацией ситуации. Но на данном этапе все будут ожидать действия Израиля. Конечно, Израиль, как союзник Америки, советуется с Америкой. Но в определенных случаях Израиль действует по-своему. То есть делает свое. Обещает Америка другое, возможно, но делает свое. Поэтому здесь сложно подсказывать дальнейшие действия Израиля. Вы говорили, что если наземная операция израильскими властями будет продолжена на юге Ливана, то Израиль может увязнуть в долгосрочном конфликте. В этой связи, какие долгосрочные перспективы существуют для деэскалации достижения мира на Ближнем Востоке в свете выше озвученных вами перспектив? Спасибо. Ливан официально заявил о том, что не хочет войны. Иран тоже не хочет войны. Об этом президент Ирана Пезешкян недавно во время саммита ООН заявил о том, что Иран не хочет войны. Иран хочет жить в мире и согласии. А также мы знаем, что Натаньяхов выступил в своем обращении иранскому народу о том, что Израиль не хочет зла иранскому народу и так далее. Ну, я думаю, что ситуация будет напряженной. То есть сложно решить данную ситуацию очень быстро. Но я думаю, что на данном этапе Израиль, возможно, не пойдет на эскалацию ситуации. Потому что Израиль, я так понял, пока достиг своих политических целей. Но с учетом возможного втажения в форме наземной операции на территорию Ливана, я думаю, эскалация тоже возможна. Это тоже реальный сценарий. Что ж, благодарю. Я напомню, с нами был политолог, востоковед-арабист Жанат Мамункулов. И мы говорили о ситуации на Ближнем Востоке.